Цель этой встречи мне видится не столько в смысле переговоров по мирному урегулированию, сколько своеобразным митингом в поддержку Украины. Думаю, ключевой мотив Украины, а также стран Запада, состоит в том, чтобы убедить большое число стран глобального юга в необходимости участия в принятии санкций против России и в оказании поддержки Украины. При голосовании по последней резолюции Генассамблеи ООН 141 страна, насколько я понимаю, осудила Россию. Но было порядка 32 или около того стран, которые воздержались. Многие из них являются странами третьего мира или странами глобального юга. Индия, Пакистан, Южная Африка, например, воздержались. Есть ряд и таких стран, как Бразилия, Аргентина и Ордания, которые проголосовали за эту резолюцию. Я думаю, что Украина тем самым хочет расширить базу поддержки на глобальном юге. И Запад тоже. Это могло бы помочь усилению позиции Украины, предоставить ей больше авторитета, если хотите, при будущих голосованиях в организации объединенных наций. Также саммит, подобный этому, может помочь всем сотрудничающим странам получить некоторую уверенность в том, что они работают вместе во благо. Путин и Россия заявляли, что сейчас не время для переговоров. Это делала и Украина. Кремль считает, что пока украинцы требуют контроля над всей своей территорией, оснований для переговоров нет, о чем говорил Песков. Поэтому нет поводов для беспокойства относительно того, что Путина не включили в число участников саммита. Россия уже в значительной степени изолирована. По сути, Беларусь – ее единственный реальный союзник. Даже остальные страны на постсоветском пространстве не являются таковыми. Так что, наверное, обеспокоенность Путина относительно изолированности России в результате такой встречи повысится. Думаю, главный вопрос заключается в том, сколько стран НАТО примут участие в такой встрече. Китай туда не придет, если Россия не будет приглашена. Индия, вероятно, тоже. Турция под большим вопросом, особенно после переизбрания Эрдогана. У стран НАТО будет еще отдельный саммит после этой встречи. Так что это мероприятие с высокой степенью риска, потому что никто не знает, сколько лидеров примут в нем участие. Некоторые скажут, я не собираюсь появляться на мирной конференции или на мероприятии, претендующем на роль мирной конференции, если там не будет одной из сторон конфликта. Другие спросят, какая цель такой встречи, кроме пиара. Дело похоже в том, чтобы запустить процесс мирного урегулирования. Украина могла сдаться, и конфликт закончился бы завтра, но это не тот результат, который любой сочтет приемлемым. Я чувствую, что этот саммит может не сработать или иметь неприятные последствия. Надеюсь, я ошибаюсь. Я надеюсь, что это даст украинскому руководству еще один шанс изложить свои доводы, потому что у Киева очень веские доводы в пользу того, что Россия является агрессором, что Россию нужно изгнать и победить, и что она должна признать, что потерпела поражение. Это важно.